Ну что ж, всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Until Dawn. Поехали. У нас девятая уже, по-моему, глава под названием Карма. Так, дверочку мы закрыли. Ну ладно, пойдемте. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, налево нельзя. Тут я, по-моему, еще не был. Дадим ходить и осматриваться. У меня вроде все достаточно так. Пустынно. Ничего нет. Зачем они все это соединили? Так же неудобно. Точнее, может, и удобно, но как-то уж слишком. Нет, ладно, сюда мы не пойдем. Сделаем тут кружочек. О, тотем. Белый, да? Ну нет, похоже, черный. Но, похоже, я уже его использовал когда-то. Главное, чтобы пока никто на нас не нападал. Так, замок. Ох, нет, нельзя отстрелить, как обычно. Обалдеть. Дверь, я полагаю, ты не можешь открыть. У вас была сумка мужика, но... Ты не поискал в ней ключ. Молодец. Так, ну это я видел. Доску. Это я тоже видел. Что у нас с этой дверью? Тоже неактивная. Ну ладно. О, лестница. Не помню, поднимался я по лестнице или нет раньше. Проверю еще дверь заодно сразу. Нет, она вообще прячется за колонну. Так, и тут можно спрыгнуть. Я, по идее, окажусь в комнате, да? Ага. Почему я раньше не мог этого сделать? Наверное, просто я вообще лестницу не видел. Да и не позволили бы мне. Так, там оружие, что ли, на... Стале. А, факел и... Обрез и патронов. Ящик. Теперь найти вилы и собрать толпу. Патронов взял мало. Так, может, теперь я смогу в дверь пройти? Не в эту авто, которая заколданная. Вряд ли, но... Неужели я должен был сюда зайти, только чтобы взять обрез? Ну и факелок. Да, видимо, да. Интересно, вот... Тут так стоит, типа, кресельца. Телевизор. Телевизор тут работал? Или он его так... Для вида, для обустройства поставил? Так, вниз не хочу. А хотя там... Наверху и делать-то нечего. Надо посмотреть, что вообще надо сделать. Проберите через лечебницу и разыщите Джоша и ключ от фуникулера. Ну? Но тут не может быть ничего, потому что... Там я закрыл дверку, оттуда я пришел. Че я сюда иду? А где ж тогда другие пути? Может, там есть лестница, типа... На правое крыло? Давайте проверим. Во, вот этого я, по-моему, не видел. И правда. Чудотворцы. Чудесное спасение. Все 12 шахтеров, попавшие под завал 5 января 52-го года, были спасены? А, может быть... Нет. Через шахту лифта был очень... Хороший план куда-нибудь пройти. Но, с другой стороны, хорошо улику нашел. Может... Может, тут можно подняться? Нет. Ты куда-то... О, дверь. Вот, отличная. Думаю, она мне и нужна. А тут еще одна. Ну, а та точно можно воспользоваться. А вот той... Тоже можно. Да ладно вам. Че вы начинаете? Может, и эту можно? Ах, вряд ли. Значит, ради проверки попробую ее открыть. Ладно. Ну, это же одна и та же комната, нет? Или что? Привет, друг. Рад меня видеть, да? Привет. Я тебе очень рад. Лучший. Хороший. Ладно, друг. Пошли со мной. Ну, значит так. Я посмотрел на карту и знаю, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав. Мужик, там дверь. Ох, спасибо тебе. Ну, а зачем я патрон потратил? Патронов у меня не так уж и много. Или подождите. Не-не-не-не-не. Все-таки разные двери. Сейчас посмотрю, что там у нас. Тоже путь на выход? Ну и... Вот это плохо. Тотем опасности. Ладно, пойду лучше по тому пути. Там, по идее, вроде с нами волк должен идти, а тут... Плюс я патрон потратил. Может быть, сейчас, если пройдем вправо, увидим проход и там, так что... Но, может и нет. Опасность это... Часть закрытия. Господи. Ладно, дружок, успокойся. Вот зачем у того мужику были волки? Они чувствуют их приближение. Я так не могу, волчок. Похоже, я тут застрял. А что с... А, это, наверное, там дальше. Была, не была. Класс. Видал? Кое-чего я могу. А, дружок? А, дружок? Ой, чувствую, я... Из того дневника, мы же прочитали, что он... Виндига этих не убил, а запер, и... Не хотелось бы мне случайно выпустить их. Ну, сходим налево. Автор отчета Каткарт, доктор. Первичный отчет. Пациенты поступили в медцентр Блэквуда пять дней назад. За это время мы провели несколько физиологических и психологических тестов. Результаты просто ошеломительные. Они не соответствуют большинству наших прогнозов. Обнаруженные симптомы. Бледность. Диспигнитация кожи. Острая нехватка витамина D. Социальная дисфункция. Период посттравматической адаптации для необычного поведения. При общении эксцентрическая агрессия по отношению к санитарам. Три попытки нападения. Одна попытка применить ногти. Ожидаемые, но не обнаруженные симптомы. Истощение цинга. Отключение среднего индекса массы тела от нормы составляет всего 3%. А они должны были вообще умереть. Обморожение. Реакция пациентов на стимулы в пределах нормы. 130-410 миллисекунд на обороте. Хрупкость, слабость, увеличение большеберцовых, малоберцовых и плечевых костей. Среднее плюс 2,5 сантиметра. Необычное увеличение мышечной силы. Один пациент поднимал вес в 326 килограмм. Предлагаемые действия. Поместить под тщательное наблюдение. Настоятельно рекомендовано. Ограничение свободы. Увеличить штат с 1 до 3 санитаров. Куда суточное наблюдение. Ну, я перевернул. Может, добавите мне тут запись? Нет? Ну, вот. Че-то он у меня завертелся. Это другой волк или что? Ты тварь. Явно буйных. Выпустите нас. Мы голодаем, замерзаем. Вы за все заплатите. Немедленно прекратите эксперименты. Да, приятное местечко. О. Справа. Лезло что-то. Вряд ли это детеныш Росомахи. Вернись. Вравнил. Вpartопад. Воскресенье. Вдруг. так мне кажется я сейчас иду туда куда мне нужно ведь так или нет проверим вот эту комнатку работает а Так что здесь такое происходит? Да. По стеночке-то хорошо лазит. Пойду вперед схожу. Я просто гляну так, если там... Там волк, все понятно. Так, что у нас здесь? Что-то есть. Документ какой-то. Блэквуд Пайнс, лечебница Блэквуд. Медицинский осмотр пациент номер 9. Прогрессирование гипер... Астоза. Конфиденциальная информация. 52-й год. 9 января вроде. Четвертый день. Эпидермальная диспеграментация. Ожидаемая реакция после долгого пребывания под землей. Сильное искривление в области груди. Посттравматический кифос. Дистрофия и помутнение роговицы. Острота зрения... 20 на 160. Девятый день. Хронический кифос. Рубцовая аллопеция. Сильнейшая перфорация носовой перегородки. Эктодермальная дисплазия. Соострение зубов. Чтоб я сдох. Не верю своим глазам. Охренеть! 12-й день. Тело геновая аллопеция. Длина клыков верхней челюсти... 1,5. Оттек роговицы сохраняется. Настра отозрения теперь 20 к 22. Уплотненное... Уплотнение... Эпидермиса роговой слой плюс 1,2. Блин, какая же гадость эти... Заключения докторов понапишут своих слов веселых. Что здесь? Как-то мне туда не хочется заходить, знаете ли. Ну ладно. Охренеть! Да кто он такой? Прости, старик. Тем, кого это может касаться. Они умирают там снаружи. Я слышу их вопли и плач. Все это останется после меня. Этот ад. Божья кара за мои ошибки. От судьбы не уйдешь. Меня уже поджидает смерть. Джефферсон Брэк. Это главное не оживо... Ну он вряд ли просто тут умер. Спрятавшись от всех. Ну такое паныканное место. Ладненько, едем дальше. Так, ну началось. Нет, еще не началось. Где волк? А вот он. Ну в этом главном круговом зале все. Там уж прятаться негде будет. Получай, мразь! Красота. Ну налево давай. Черт, черт, черт. Да чтоб тебя! Твою мать! Черт! Ты что? Ты что? не шевели головой мудак пожалуйста напряженочка охренеть а зараза ладно ну давай свлочь где ты то есть то что я отрезал себе пальцы помогло мне вспомнить что у меня есть мачете чёрт что 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 это кончится господи это какой то кошмар вот и заперта по очереди меня хватит на всех давай без этого может не стоит по ним всем стрелять у меня патронов то немного но я не знаю сколько у меня их но ладно они как бы все равно за решеткой ну это как бы отпугивает их чувак ты вообще ничему не учишься закрой закрой он хоть и на цепи но закрыл бы нет 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 уж и хватит по ним стрелять но я ладно патроны есть ну открывай Чем я занимаюсь? О-о-о! Толкай, бойчика. Толкай, толкай, стреляй. Толкай, бойчика. Виндика из тела. Это значит, они будут искать другое. Где волк? Вроде он же со мной был. Жесть какая, а. Экшон прям. Пойду проверить еще раз дверь. Все нормально, но закрыто. Экшон прям. Экшон прям. Экшон прям. Так, опять кто-то ходит. Ну, началось опять. Только избавился от нескольких. Уже еще один. Тут ничего нет. Баррикадиры. Баррикадиры. Хотя тут дырок столько, что я думаю, ему сложно. Иди сюда. Не бойся. Ладно, хорошенько. Мы с тобой еще увидимся. Баррикадиры. 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 Я чё-то не потом, слишком много целей было. Типа надо было сто... Погоди. Ну, замечательно. Как удачно тут курточка нашлась, да? Давайте, не тормозите, надо искать Майка. Не-не-не, вместе пойдём. Нет, Крис, мы тебя не бросим. Пойдём вместе. Ничего, Майк подождёт. Так, ну что? Пойдёмте посмотрим, чё у нас тут. Сложно понять, кто тут в игре жив, кто мёртв. Постоянно всю игру думаешь, что кто-то умер, а потом, оп, появился такой, потому что ничего себе. Так, вот, поворот какой-то, нет? Мне это просто показалось. Хотя... Не показалось. Ну, там показалось, но поворот был совсем близко. Опасность превращения Джоша... Печалька... Ну, это, может, не произойти, по идее. Вроде. Джоша вообще на психиатрическом обследовании. Чёрт! Наверное, Майк за собой закрыл. Придётся искать другой вход. Так, что у нас тут ещё есть? Ничего? По углам. Ну и почему Икс? Нет, он молодец, что закрыл. Я вообще туда не хочу идти. Одним выжить было сложно, а вот всеми... Притом, я ещё не знаю, Майк там выжил или нет. Всё так опять оборвалось внезапно. Стоп! Эй! А может сюда? Может, попробуем? Ну, другого выбора у нас, похоже, нет. Честно говоря, мне совершенно не хочется туда лезть. Ну так мы же не полезем. Ну, кто первый? Глупцы сидели бы себе в подвале до утра. По этому тоннелю можно пройти в лечебницу? Конечно. Куда ещё, по-твоему? По-моему, я не знаю. Крис, я знаю, ты ранен, но надо идти быстрее. Я пытаюсь, Сеш. Только не падай, а. Эй, люк надо закрыть, да? А? Ну, а вдруг нас преследуют? Да, ладно, закрывай и пошли скорее. Ты тогда догоняй, ладно? Ага. Ну, пойдём, прежде всего, что-то тут, может, есть? Не, вряд ли. Нет, похоже, на шахту больше. Чё, у меня фонарик такой слабенький? Вообще почти не светит. Ну, давай выясним. Одно это ей выжить сложновато будет. Вот, если мы будем вдвоём. Хотя, тут сложно сказать. О, боже. Нет, 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 нет. Нет. Не знаю, кому там что-то делали, но... Надеюсь, эта Джессика стучит. Так, опять ещё проверю, что там впереди есть. Спрыгнуть. Или люк. Ну, из люка никто не кричит, помоги, он просто стучит. Ох, не знаю. Ладно, лучше спрыгнем. Наконец-то, я уже думала, не выберусь. Слава богу. А что, подождите? Серьёзно? Лестница сломана, нам туда не забраться. Нет, мне кажется, у меня получится. Это, как скалодром. Дальше я одна. Встретимся потом в доме, я пойду за Майком. Удачи! А что же было под люком? Пусть и там Джессика была. Ух ты, дурак я какой. Мэтт. Давай перепрыгнем. Ты ж у нас скалолазка. Упорная. Да, неплохо. Да, неплохо. Я смогла. Я победила. Так, тут у нас ничего. Или можно пойти? Нет, там похоже тупик. Спрыгнуть. Нет, спасибо. Ну ладно. Типа цепь. А по лесенке, если... Просто спрыгну, точно уже не вернусь. Как обычно. Ну ладно. Я как обычно. Надеялся на одно. Получилось опять другое. И опять же. Надеялся на одно, а получилось другое. Но с другой стороны, я вроде попаду сейчас туда, куда она смотрела. Нам вот эту дверь мы видели. Не через эту ли решетку? Ну ладно. И попали мы на улице. Я думаю, направо, потому что там какое-то здание уже видно, скорее всего, лечебницу. А тут, может, что-нибудь и есть. Ну, вряд ли, конечно. Коробочка активная. Вечно они так со своими тараканами. Наверное, ворота закрыты, да? Эй! Конечно. И идти надо другим путём, да? Конечно. Тем, которым я пошёл изначально. Так надо было ещё правее свернуть, наверное. Так, я там где-то застрял. Ну, попробуем ещё раз. Пока за нами никто не гонится. Естественно, у неё ляшечки на морозе-то не замерзают. Сейчас мост начнёт как-нибудь разваливаться, чтобы ещё ПТФ впихнуть. Он крепкий оказался. Чего это, когда все ходили-ходили, а тут... Самый неподходящий момент, что ли? Я так и не понял, зачем мы за Майком идём, читая про... Твою мать! Чёрт! Бам! Бам ещё! Чёрт будет быстрее, а вот, нет, не будет. Есть, есть. Давай, давай, пошли! Беги! Пошли, пожарим. Ты как? А как ты думаешь? Жива, как минимум. Теперь найдём путь в локово этой твари. Хранитель волков. Чёрт! Эмили! Так, а это у нас Мэтт. Должен быть жив, по идее. Майк, слушай, ключа от фуникулёра нет. Пока у меня с Мэттом в мысли, не знаю. Точнее, с Джошем, да. Тихо! Может, он забрал Джоша в шахту? Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого... Я достану ключ прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. Есть, есть. Давай, давай, пошли. Беги! Теперь найдём путь в локово этой твари. Так, ну, может, сделаем здесь перерывчик. У нас всё-таки началась новая глава итог. И... Ну, посмотрим, что за итог в следующей части. Но пока всем спасибо за просмотр. Удачи, пока. Увидимся в следующей... Счастья. Счастья.